Доброе утро, дорогие студенты! Сегодняшняя наша лекция «Курсовая работа». Цель лекции – познакомить студентов с основными понятиями, видами и правилами написания курсовых работ. План. Первое. Понятия и виды курсовых работ, этапы написания курсовых работ, структура и правила написания курсовой работы, оформление курсовой работы, подготовка защиты и защита курсовой работы. Литература Безрукова, ВС, как написать реперат, курсовую дипломную работу, электронный ресурс, сервис адреса. Вицене М.Д. Академическое письмо, учебное посуде Суд Хум, 2018 года, Ю.М. Кухшинская и другие авторы. Академическое письмо от исследования к тексту, учебный и практикум для академического бакалавриата. Издательство Юраль, 2019 года. Понятие видов курсовых работ. Курсовая работа – это письменная работа, содержание которой связано с комплексным анализом исследуемой темы, использованием различных методов научного познания. Она включает элементы конспектирования, парафраза и периферирования и другие формы самостоятельной работы над академическим текстом. Каждый студент в течение всего времени обучения в ВУЗе должен написать несколько курсовых работ. Первую курсовую работу он выполняет в соответствии с учебным планом, обычно на первой или втором курсе. Преподаватель дисциплины предполагает студентам тематику курсовых работ. Каждый выбирает ту тему, которая привлекательна и интересна для него. Добровольность выбора темы студентов ведет его к расширению познавательного интереса к предмету. Студент вправе предложить свой вариант темы. Обычно такая свободная выбора объясняется тем, что он дополнительно изучает ту или иную научную проблему из курса. После реферата курсовая работа является научно-исследовательской. Она требует от обучающегося навыков и знаний, полученных при написании реферата. В ней помимо выделения целей и задач описания объекта исследования должна быть выдвинута гипотеза предположения студента по изучению темы. То есть курсовая работа была своей структурой и форме уже соответствует классической схеме научно-исследовательской работы. Тема курсовой работы – это сжатая форма выражения и содержания предлагаемой темы. Она должна быть лаконичной, ясной, не загроможденной оборотами письменной речи, научно обоснованной и соответствует профилю будущего специалиста. Написание курсовой работы требует определенного времени, поэтому студент должен иметь четкий план выполнения курсовой работы в течение полугода до ее защиты. Преподаватель составляет индивидуальный план работы для каждого студента и ведет в соответствии с графиком консультации с ним. Общеизвестны четыре вида курсовых работ. Расчетная графическая – это самый распространенный вид курсовой, который включает в свой состав выполненные задания и пояснительную записку к решению. Такая работа рассчитана на закрепление и применение полученных навыков в процессе учебы. Научно-исследовательская – это самый сложный вид курсовой, так как в процессе написания работы студенту выполняются два типа операций. Применение полученных знаний, поиск и исследований темы. Работа рассчитана на инициативу студента. Общеизвестный вид курсовых работ. Также третий – это отчетная работа. В основном работа, которая не требует от себя особых усилий после пройденного материала или выполнения практических. Практический студент делает отчет в виде курсовой. Комплексная – это работа, которая выполняет по двум и более предметам, например, микроэкономика или макроэкономика. Комплексная курсовая работа носит смешанный характер. Итак, подробнее. Расчетно-графическая курсовая работа состоит в том, что выполнить определенные задания и дать к нему пояснение. Это один из самых простых видов курсовых. Данная работа заключается в закреплении полученных теоретических знаний. Комплексная курсовая выполняется по двум предметам одновременно и носит смешанный характер. Однако это не два совершенно разных предмета, типа литературы и математики. А родственные, например, макро-микроэкономика. Такая работа достаточно сложная, ведь заключается в объединении нескольких задач и их выполнении. Отчетная. Самая простая форма курсовых работ. Обычно ее пишут после выполнения практических заданий. И она заключается в написании отчета по их результатам. Дипломный проект. Это квалификационное исследование. Заключительный этап подготовки специалиста. Работая над ним, студенты реализуют полученные на предыдущих курсах знания, науки, умения использовать научные и практические средства профессиональной деятельности. Дополнительно осваивают технологию проведения самостоятельного полномасштабного научного исследования. Дипломная работа. Проходят процедуры предзащиты на кафедре и защиты перед Государственной комиссией. Название дипломного проекта и его оценка записываются в приложении к диплому. Дипломный проект по сравнению с курсовой работой носит более глубокий научно-значимый смысл. Важно брать на заметку студента. Лучше всего выбирать тему курсовой работы, которая в будущем через год-два может стать основой для дипломной работы. Это удобно, материал частично собран, необходимо дополнить и перейти к практическим ценностным результатам. Поэтому следует тщательно подбирать тему курсовой работы по тем направлениям специальности, которые входят в учебный план факультета. Если гуманитарии пишут письменные исследования в качестве курсовой, то технари пишут проекты с акцентом на итоги практических исследований. Исключение состоит для тех студентов, которые специализируются по археологии, этнографии, собирают полевой материал. Общее у них то, что они пишут традиционно в теоретическую часть и обосновывают выбор методик исследования. Этапы написания курсовой работы. Как отмечалось, высшая курсовая работа – это вид самостоятельной работы студента. Однако это не означает, что студент все делает сам. У него должен быть научный руководитель. Обычно руководителем должен быть преподаватель, ведущий дисциплину, по которой пишется работа. Основную часть работы, безусловно, выполняет студент, научный руководитель, как уже отмечалось, и вступает в роли консультанта, дающий советы по написанию темы. Он может помочь студенту в соответствии с составлением списка необходимой литературы, направить изложения по нужному руслу. Выполнение курсовой работы включает в себя следующие этапы. Выбор темы курсовой работы осуществляет научный руководитель. Вместе со студентом обычно выбор делается. Получение заданий на курсовую работу. Спор материала. Если тема достаточно известна, то можно не тратить время на библиотеку или найти нужную книгу в интернет-каталоге. В факультете имеют в наличии электронные книги, которыми очень удобно пользоваться при написании курсовых работ. Составление плана курсовой работы. Работа над источниками и монографиями, статьями и прочим. Выписывание цитат с выходными данными. Составление черновых набросков по главам и параграфам. Редактирование текстов. Представление написанных вариантов глав научному руководителю для замечаний и права. Исправление текстов. Написание и заключение работы с пунктами. Возвращение к введению и составлению текста. Составление списка использованной литературы. Приложение при необходимости. Окончательное прочтение курсовой работы. Повторное представление руководителю всей курсовой работы в черновике. Исправление указанных погрешностей, технических или иных ошибок. Напечатание курсовой работы по требованию ГОСТа. Сдача курсовой работы на кафедру. Подготовка к защите с учетом советов руководителя. Защита курсовой работы и ее оценка профессиональной комиссии. Структура и правила написания курсовой работы. Структура основной части может быть различной. Две главы с двумя-тремя параграфами. В каждой или три-четыре главы без подразделения. Их на параграфы. Заголовки глав не должны повторять название работы, а параграф названия глав. Любая курсовая работа должна иметь свою структуру. Она фактически является такой, как при написании реферата. Титульный лист, содержание, введение, основная часть, состоящая из нескольких глав, поделенных на параграфы, заключение, список использованной литературы и приложения. Образец титульного листа, как вы видите, введение, начинается с третьей страницы, посередине верхнего поля страницы. Титульный лист не нумеруется. Вторая страница, план или содержание работы. Вводная часть курсовой работы представлена более широким научным аппаратом, чем в реферате. То есть, включая следующие пункты. Актуальность исследования характеризуется важностью исследуемой темы, повышенным вниманием ученых к данной проблеме, ее жизненностью. Объем этого пункта должен быть не менее полстраницы, можно чуть меньше одной страницы. Незначительная степень изученности данной темы не является обязательным условием и ее актуальности. Тема может быть изученной, однако подвергается иной трактовке в условиях новых исторических реалий. Историография, проблемы, степень изученности темы отечественными и зарубежными исследованиями, разработанные и спорные стороны темы. Нельзя подменять историографический анализ простым перечислением работ, что часто является изъяном работа в обведении. Историографический анализ должен показать несколько важное изучение данной темы. Используется монография, статья, заметки с выходными данными и краткой аннотацией на каждой единице литературы. Источниковическая база исследования. Сначала необходимо характеризовать изданные, а затем неопубликованные источники. Использование последних следует работ интересной и ценной. Источниковический анализ должен быть сделан грамотно, с осторожностью, правильно толкуя смысл изречения данных и прочих материалов. Источники называются с выходными данными и краткой аннотацией в каждом. Объект исследования. Написать предельно лаконично в данной одной фразе. Предмет исследования кратко. Этапы исследования, если работа относится к полевым, этнографическим, археологическим или иным материалам. Хронологические рамки обязательно в работах по, к примеру, истории. Структура работы. Указать составные части работы, названия глав и параграфов. Или пунктов с их кратким изложением в форме аннотации к ним. Цель работы должна быть четко сформулирована и способствовать раскрытию направления темы написанного конечной. Задачи исследования в нескольких пунктах. Один, два, три, другие. Методологическая основа исследования состоит в том, что студент при написании работы следует принципам объективности и историзма, используя методы научной работы, аналогия, синтез, анализ, конкретно исторический подход, биографический и прочее. Научная новизна исследования состоит в том, что кратко освещаются достигнутые задачи, определяются выводы и мнения исследователя. Практическая ценность работы определяется возможностью использования выводов и материалов работы в практической преподавательской и исследовательской деятельности в дальнейшем. образец написания в годной части курсовой работы, как видите, в гене, актуальность темы исследований. И, как вы видите, исследование охватывает несколько этапов. Цель исследования – хронологические рамки. Методологическая основа работы является исследованием принципа научной объективности. Научная новизна работа, практическая ценность работы и так далее. В конце главки параграфов даются выводы по изучаемому материалу. Каждая глава начинается с новой страницы. Параграф начинается на той же странице, где закончился предшествующий текст. В заключении 2-3 страницы не должно содержать пересказ, содержание исследований или повтор выводов, которые уже были сделаны в главах. Здесь подводятся итоги изучения темы, отражаются решения задач, поставленных во введении и достижении целей исследований. Если необходимо, автор начинает и намечает и перспективы дальнейшей работы. На последней странице заключения указывается дата окончания работы и ставится подпись автора. Приложения выполнены в виде таблиц, графиков, рисунков, карт, копий, документов и так далее. Данный раздел о работе не является обязательным. Он включается, если на то требует содержания изучаемой темы. Его объем не ограничен и не входит в общий объем работы. При изложении материала необходимо соблюдать следующие правила. Не рекомендуется ввести повествование от первого лица единственного числа. Я считаю, по моему мнению, я установил. Нельзя. Такие утверждения лучше выражать в безличной форме. Анализ материала свидетельствует о том, что можно сделать вывод, документы позволяют предложить и так далее. При упоминании фамилии в тексте инициалы ставятся перед фамилией Эмба к Венеции, к примеру. Цитаты из литературы и источников, цифры, даты, имена, выводы и утверждения, заимствованные из опубликованных научных исследований, должны сопровождаться ссылками. На заметку. Количество источников в списке использованной литературы должно быть не менее 15. Минимальный объем курсовой работы – 24 страниц машинописанного текста. Источники должны быть написаны в алфавитном порядке. Текст должен быть распределен равномерно, как и число глав. Параграф не может быть не менее 4 страниц. На заметку. Называя ту или иную концепцию, студент должен дать краткое содержание источника с выходными данными, если необходимо провести значимые аргументы в виде цитат. Оформление курсовой работы. На все помещенные в библиографические списки источники должны быть ссылки в тексте. Наличие в списке литературы нецитированных источников не допускается. Курсовая работа представляется к защите в печатном варианте на бумаге стандарта А4. На одной из страниц листа. Каждая страница должна иметь поле. Верхнее и нижнее 2. 20 мм правое 10 мм. Левое 3 мм. Для скрепления страниц. Непереплетенная работа в виде отдельных листов к защите не принимается. Объем курсовой работы не должен превышать 30 страниц машинописного текста. 20 строк через 2 интервала, включая сноски по 60 знаков в строке, то есть примерно 1800 знаков. Из этого следует исходить при исчислении объема работы в рукописном варианте. Список источников и литературы в объем работы не засчитывается. Подстрочные применения, для которых должно быть оставлено достаточное место, переносить их на другую страницу нельзя, отделяется от основного текста прямой чертой и нумеруется подстрочно. Как оформляются списки использованной литературы? Описание списка использованной литературы приводится строго в соответствии с ГОСТ-Р 2008 года. Библиографическая ссылка, общие требования и правила составления, список источников и литературы. Помещаемые после заключения нельзя назвать библиографией, так как этот термин определяет свою литературу по данной теме. Подготовка к защите и защита курсовой работы. Следует помнить, что написать курсовую работу – это полдела. Работу нужно защитить перед специальной комиссией, полностью обосновав свою точку зрения и правильность решения практической части. После того, как курсовая работа написана в черновом варианте, студент отдает ее на чтение научному руководителю, тому, кто ведет эту дисциплину. Прочитав работу, преподаватель возвращает ее с замечаниями и советами. Проверьте текст на плагиат. Если требует доработка, то занимайтесь перефразом тщательнее. Исправленную курсовую работу студент сдает на кафедру. Заведующий кафедры отдает работу преподавателю, который в течение 70 дней должен ознакомиться с ней и составить отзыв с выводом о возможности доступа к защите. Дату защиты назначает ведущий, заведующий. Обычно практикуется индивидуальная защита. Один студент при комиссии сдаёт курсовую. Защита курсовых работ всегда планируется перед сессией. По ее итогам студент опускается к экзаменам. Защита курсовой работы – это публичное выступление студента около 7-8 минут с представлением темы, раскрытием ее сущностей и результатов. Для этого студент заранее подготавливает краткий доклад, состоящий из резюме введения основной части и подобранного изложения списка использованной литературы. Он должен показать, что свободно владеет темой исследования. Хорошо, если сделана презентация темы в пору по поинте. В слайды можно вставить тезисы и выводы каждой главы, фактические данные, фотографии, картинки, приложения. Можно сделать раздаточный материал с образцами для членов комиссии. Идеально. Не читать доклад. Пусть он лежит перед вами. Начать с актуальности и новизны. Завершить изложением сути личного научного вклада в разработку темы. Заметить перспективы ее дальнейшего изучения. Речь должна быть уверенной. Но окончание выступления сказать спасибо за внимание. Обязательно. Итак, защита состоит из двух этапов. Первый. Студент кратко сообщает о теме, ее содержании и итогах. Второй. Он отвечает на вопросы комиссии, состоящие из заведующей кафедры и преподавателям, ведущим дисциплину. После беседы между членами комиссии выставляется оценка. Итак, дорогие студенты, сегодняшняя тема у нас тема курсовой работы. Пожалуйста, ответьте на вопросы лекции в форуме 6.1. Спасибо за внимание.